Всем почули! Добро пожаловать на мой канал парфюмерии! В последнее время я стараюсь больше обращать внимание на мужские ароматы, стараюсь делать подборки. И на самом деле у меня есть отливанты, у меня есть неплохие ароматы. Они достались мне от моего парфюмерного фея, или как это назвать, мужского рода, фея, которая помогла мне ознакомиться с нишевыми ароматами унисекс, но все равно они больше идут в мужскую сторону и, как правило, их покупают мужчины. Но сегодня у нас немножко такое перевалочное видео, потому что сегодня мы поговорим об ароматах 100% унисекс, то есть мужской равно женский. Никому не секрет, что нишевые парфюмы часто называются унисекс, но все равно одни звучат более по-мужски, а другие более в женскую сторону, и, соответственно, выбор идет осознанно мужские, более женские. И, конечно же, мужской гардероб парфюмерный отличается от женского. Но мы поговорим об ароматах, которые есть у меня в парфюмерном гардеробе и у моего брата. Мой брат также занимается расследованием парфюмерии. Ему интересна эта тема, и он также тестирует много, что-то себе покупает, и всегда в каком-то таком поиске, ну, как мы все. И, конечно же, у него свой парфюмерный гардероб, и ничего общего с моим парфюмерным гардеробом не имеет. Но, тем не менее, у нас есть ароматы, которые есть и у него, и у меня. И причем эти ароматы были куплены, либо я сбаламутила его и сказала, тестируй, и, скорее всего, тебе понравится, и он купил флакон. Либо он говорил, классный-классный аромат, покупай, классная цена, тебе понравится. И поэтому я хотела сначала сделать топ-5 ароматов, мужские равно женские, но пять пополам не делится, поэтому сегодня у нас будет топ-6 ароматов, три аромата, которые я ему втюхала, и три аромата, которые втюхал он мне. Кому интересна эта тема, оставайтесь на моем канале, и я познакомлю вас с этими уникальными, универсальными ароматами. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и не пожалейте лайк, мне будет очень приятно. И особенно рада всегда вашим комментариям, не стесняйтесь, пишите, давайте пообщаемся. Ну, давайте начнем с аромата, который втюхала я. Да, и думаю, что если вы давно на моем канале, то вы знаете, что я очень люблю линейку Герлен. Для меня это очень красивая линейка, особенно эксклюзивная линейка. Мой брат также тестировал эту линейку, но, наверное, для него эти ароматы слишком тихие, и как-то не зацепило его. Все равно мужчины любят такие ароматы поярче, погромче. Не всегда, но, как правило, чтобы был такой хороший шлейф, стойкость. Ну, у Герлена это немножко спорный вопрос, но, тем не менее, аромат... Где же тут эта коробка? Коробка, да, такая вот синяя коробка. Здесь такая еще бумажная идет. И этот аромат... Вот так вот находится у нас в коробке. Это Луи, причем Луи, это, по-моему, переводится его или он. Ну, в любом случае, понятно, что этот аромат мужской. Этот аромат, он был раньше как вот в таком флаконе. Его перезалили в другой флакон, и теперь он называется, по-моему, «Красная гвоздика», если перевести с французского. Если я найду этот аромат, я поставлю вам скриншот, чтобы вы посмотрели, как он теперь называется. То есть, этот аромат не снят с производства, но перелит в другой. Размер здесь 50 миллилитров, и я его купила, когда вся линейка переделывалась, эксклюзивная, когда снимались многие линейки, и этот аромат попал на оценку. Пожалуй, 50%, что ли, была скидка. Ну, и размер 50 идеален. Зачем мне 150 вполне себе подойдет. Аромат мужской. У него вообще шикарный пульверизатор. Вообще, посмотрите. Так распыляет мелкодисперсно. Аромат про гвоздику. Здесь такая вкусная пряность гвоздики, именно та приправа, что мы добавляем в компоты. Здесь я ее четко слышу. Аромат пряный. Аромат немножко замшево, такой кожаный. Аромат, кстати, попадал у меня на подборку кожаных ароматов. Ссылочку оставлю в инфобоксе, кому интересно, посмотрите. Аромат мужской, но когда я его протестировала, подумала, почему он мужской. Вполне себе он унисекс. Ну, конечно, да, он немножко в мужскую сторону, но мне его захотелось взять, потому что у меня ничего такого нет. И гвоздичка здесь приятная. Она здесь не такая яркая, как и все герлены. Аромат довольно-таки спокойный и в меру громкий. Тем не менее, он стойкий и шлейфовый. Здесь такой восток. Как раз сейчас на зиму он очень шикарный. Аромат в меру сладкий. То есть здесь такая корректная ваниль. Причем эта ваниль слышна. И вот эта ваниль придает небольшую сладинку этому аромату. На старте здесь груша, но я ее как таковую фруктовую, эту грушу, не слышу. То есть, может, она придает какую-то минимальную сладость. Или, может, это какие-то кожурки от груши. Аромат древесный. Очень такой солидный, благородный. Я бы даже его надела бы под какой-то костюм, смокинг, на какую-то встречу. Он довольно такой серьезный. Нам он понравился. Так что посмотрите. Он еще производится. Поэтому есть возможность приобрести свою коллекцию, если вам нравятся такие ароматы. Герлен Луи. Следующий аромат, который мне втюхал брат. И он протестировал, и приобрел, посмотрел обзор. И такой классный. Надо тебе его брать. И это Historiste de Parfums Ambro 114. Аромат однозначно унисекс. Вот такой у меня половинчатый флакон. И цена у него классная. Вообще, этот бренд по цене и качеству шикарный. У него такие классные ароматы. И такого звучания богатого. И его можно купить по отличной цене. Здесь такая крышка удлиненная. Она такая железная, холодненькая. Потому что она напоминает мне чем-то крышку от эксклюзивной линейки Chanel. Вот там тоже такая. Просто это не пластмасска. Или пластмасска такая очень твердая, такая металлическая. И пульверизатор, и стекло шикарное. Делала на него отдельно обзор. Посмотрите. Аромат однозначно унисекс. Аромат про амбру. 114 компонентов использовали, чтобы воссоздать идеальную амбру. Здесь тоже шикарный пульверизатор. Он такой древесный. Здесь куча сушеных трав. Он такой теплый. И здесь вот богатейшая пирамида. И причем вот в этом аромате слышно прям чуть ли не каждую нотку. И можно распознать такие сушеные травы. Мне он больше нравится в жаркую погоду. Эти все сушености. Они так согревают. Вот когда на поле раскаляется все, и трава сгорает от жаркого лета. Это может быть даже к концу лета уже больше. И аромат довольно-таки свежий. Сейчас в зимнее время года он звучит более прохладно. Здесь выходят больше такие холодные ноты. Я бы сказала, витивер здесь, да, очень слышен. Амбра, ваниль. Но это такой уже не пряный аромат. Это такой уже более холодный. Здесь куча деревьев. Вообще отличный. Я также слышала, что многие женщины, кроме меня, носят этот аромат. Ну и мужчинам, конечно, это вообще просто идеально. Цена и качество у этого флакона, у этого бренда просто классные. Советую присмотреться к этому аромату, к этому бренду. Там и другие есть ароматы отличные. И я протестировала, думаю, ну классно, правда, звучит. Ношу его. Он такой согревающий. Именно в жаркое время года вот это все так как-то плавится на коже. Приятный шлейф. Нейтральное, довольно-таки травяное звучание. Нету никакой тут сладючести. Хотя тут вроде и ваниль есть. Ваниль, амбра. Ну это такие обычные ноты, которые придают такую сладинку, что ли. Здесь ее как таковой сильно нет. Аромат довольно-таки нейтральный, универсальный. На каждый день. И очень такой релаксный, я бы сказала. От него как-то так отдыхаешь, носишь с удовольствием. И такой всегда приятный шлейф. Советую обязательно присмотреться. Историс де парфам с амбра. Второй аромат, который я втюхала. Это флора ботаника от Balenciaga. Этот аромат снят с производства. Но может быть где-то вы его еще увидите. Иногда он появляется на сайтах. И этот аромат женский. Но тем не менее он унисекс. И тем не менее его могут носить мужчины. У него такой мыльный такой запах чистоты. Как будто мыло жидкое во флаконе. Иногда слышу здесь розу. На самом деле не знала, что здесь роза. А потом мне сказали, ну здесь такая красивая роза. И я начала ее слышать, эту розу. Но она здесь терпимая. Здесь что у нас? Мята на старте. И старт мне нравится. Обожаю его нанести. И пойти на улицу. Вот тогда на старте я слышу мяту. Он так шлифит. И когда на улице прохладно, ранняя весна или сейчас зимой, осенью. Его можно наслаивать. Это тоже такой релаксный аромат. И был у меня он в подборке. Ссылочку оставлю как всегда в инфобоксе. Посмотрите, там я делала подробный обзор, подробный разбор, как он стартует, середина, база, как он раскрывается. Такой примечательный флакон. Его можно использовать как подложку для других ароматов. Он довольно-таки стойкий, шлейфовый и мощненький. Цена у него была на распродаже отличная. Но сейчас, конечно, немножко он такой подорожал. И если выскакивает где-то, то дорого. Но может быть кто-то будет избавляться, потому что, ну, как и все ароматы, не все все любят. Но шикарный и он сто процентов подойдет всем. И мужчине, и женщине. И будете носить с удовольствием, потому что аромат успокаивает. Классный. Обожаю его носить. И флакон здесь. Вроде такой яркий, какой-то пестрый. Но какой-то стильный, модернный. Мне так он нравится. Флора Ботаника. Балентиага. Второй аромат, который мне втюхал мой брат, это вот такой. Может быть вы сразу узнали. Это морской конек. Зоологист Си Хорс. Вот такая упаковка шикарная. Он еще блестит. У меня есть отливант. Я вообще делала такой богатый, очень подробный обзор на зоологистов. Это очень нишевый, очень такой специфический бренд. Если вам вся надоела ниша и вы хотите что-то эдакого, вот зоологист это тот бренд. И однозначно без аттеста не берите его никогда. И забудьте про пирамиды, которые стоят в этом бренде. Они не соответствуют пирамидой и звучанию этому аромату. У меня лимитка. Здесь такая коробка. И вы видите, да? Когда я снимала, когда я купила весной, я до сих пор его не распаковала. Я пользовалась отливантом, и я все хотела снять отдельно обзор, распаковку на него. Но так как я не сняла, я его просто не распаковала. Жду, чтобы показать вам. Там такой красивый флакон. Как так можно? Но у меня есть отливант. Аромат больше для лета. Он такой морской, соленый. Он непростой, свежий. Однозначно унисекс. Интересный, красивый. И обязательно посмотрите про другие ароматы. Снимала этот обзор больше месяца. Я так долго разнашивала все там 10-11 ароматов. Так мне они тяжело дались. Так что там вообще целая научная работа по этому бренду. Обязательно смотрите. Потому что этот бренд нельзя просто так покупать. Но он еще и продается очень редко где. Но без аттеста вот советую просто не берите. Поверьте. Лучше возьмите отливант. Сэкономите намного-много больше денег, чем купив флакон. Здесь они по-моему по 60 миллилитров. Красивейший флакон, который я сама еще вживую не видела. Только на картинках. Лимитка, по-моему, не найти ее. Но, по крайней мере, обычный флакон, я думаю, что можно будет купить. Ну, немножко с опозданием. Сейчас на Черную пятницу у нас один сайт, где продают вот этот бренд зоологист. По-моему, у них даже было 25% скидка. Но сейчас уже прошло, но к Новому году, возможно, будет. Так что следите. И многие парфюмы, конечно, были разобраны. Я хотела купить себе корову, именно лимитку, но ее нет. Так что однозначно унисекс. Однозначно на жаркую погоду. С такой соленой морской нотой. Тяжелый аромат. Но вот у нас по флакончику в семье у брата и у меня есть этот парфюм. Зоологист. Си Хорс. Третий аромат, который уже посоветовала я. Этот аромат, он не такой прям редкий или неизвестный. Это Фрэнсис Курджан Грансуар. Про этот аромат много обзоров. Мужчины часто покупают этот аромат. Но это вообще просто стопроцентный унисекс. Поэтому был шок, когда я узнала, что его снимают с производства. Кстати, его я специально, в первую очередь, включила именно сейчас в подборку. Мало где он остался. Я, кстати, делала обзор о снятых ароматах в этом году. И в следующем году. Ссылочку оставлю в инфобоксе. Обязательно посмотрите, успевайте. Этот аромат был везде. И сейчас он только в одном месте продается онлайн. Во всех магазинах его разобрали. Если вы хотели его, обязательно успевайте приобрести его еще по нормальной цене. Во многих странах его уже нет. Но этот аромат просто он шикарный. Я тут смотрю, он, я разбрызгивала, тестировала, носила. И тут вот капельки на этом флаконе при таком освещении все видно. Этот аромат, то есть как бы, да, мы слышали о нем. Мы смотрели обзоры других блогеров. Я и мой брат. И да, есть такой аромат. И я пошла в магазин и протестировала его, нанесла на кожу. И говорю, блин, это крутейший аромат. Его нужно брать на жару, на лето. Это просто круть неимоверная. И я его хочу, но я его купила только сейчас, когда узнала, что его снимают с производства. А мой брат купил его уже давно. И я после магазина сразу же говорю, тебе понравится. Там такая амбра. Он такой невероятно солнечный, согревающий. Ты будешь ходить, от тебя будет шлейф классный. Ты будешь ходить, релаксировать, отдыхать и наслаждаться этим ароматом. И он, конечно же, не пожалел, чтобы взял его. То есть это было как подтверждение уже ко всем обзорам. Это уже была такая последняя капля. То есть, может быть, его уже хотелось приобрести. Но я еще дожала, говорю, надо брать. Без этого аромата парфюмерный гардероб не может существовать. Ну, если вы любите амбровые такие древесные ароматы, конечно, если это не ваша нота, это не вариант. Но он красивейший флакон, шикарный. И цена у него вполне приемлемая. Здесь 70 миллилитров. Такой кубичек. Какой же он классный. Именно в жаркое время года. На жару мне он нравится. Сейчас слишком много деревяг. И для меня он сейчас больше маскулиннее звучит, чем летом. Летом прям он плавится с кожей. И такой классный шлейф. И он вполне себе женственный. Но мужчины, мне кажется, берут его чаще и носят. Так что обязательно успевайте. Если вы когда-то хотели этот аромат, не пожалейте. Гранд Суар Фрэнсис Курчан. Ну и последний, третий аромат, который мне втюхал мой брат. Он посмотрел обзоры. Увидел на сайте классную цену на этот аромат. Купил его и говорит. Это вкуснятина. Ты должна его себе взять за такую цену. Потому что его независимая цена производителя. По-моему, больше двухсот евро. И это у нас опять Хисторис де Парфамс. В такой упаковке хотела показать. Это Эдишн Рэр Фиделис. У них там три аромата. Амбра Рэм. И у меня, по-моему, даже есть от Леванты. И еще такой золотой. Пришел, увидел, победил. Вени, Веди, Вики. Аромат. Желтое золото. А это красное золото. Снимала на него три обзора. Наверное. И ни один я не выпустила на своем канале. Снимала распаковку. Снимала обзор. Но так я его особо и не включала в подборки. И этот аромат зимний. И отдельный обзор я не выпустила на него. Но он такой из всех самый мощненький. Здесь ничего такого особенного в упаковке нет. Но все равно много всяких дырочек, куда зацеплять. Вот такой же флакон блестящий. Нравится здесь вот этот срез из пил. То, что здесь виден уровень. Флакон не прозрачный. Но, тем не менее, уровень вы увидите. 60 миллилитров. Чаще всего его продают. На Натино часто он встречается. Ну и смотрите у себя по сайтам. Этот аромат, кому я не давала его слушать. У нас в семье, по крайней мере, все к нему хорошо относятся. Он такой мощный, взрывчатый. Он однозначно зимний. И здесь вообще мощи в этом аромате, ну, очень много. Причем как-то он мощный первые 3 часа, 4 часа. А потом он очень хорошо стихает. А хотелось бы даже, чтобы он подольше играл, подольше звучал. Аромат, естественно, пульверизатор у него отличный. Аромат зимний. Аромат не надышаться. Это какая-то, не знаю, зависимость, что ли. Если вы послушаете этот аромат и нанесете, вы от него не оторветесь. Он так себе притягивает. У него какие-то такие потрясающие, необычные ноты. Он ни на что не похож. Вы его ни с чем не спутаете. У него уникальное звучание. И Фиделис, он только один такой. У него столько всего жжёного, зимнего. Сразу хочется в лес. Тут такие прогорклые деревяхи. Именно какого-то костра, пережжённого дерева. Здесь такие сухие ноты. Здесь настолько жареный кофе. Даже пережаренный, даже немножко сгоревший. Так это всё вкусно. Так это всё, словно вы сидите у костра. Такая дымность у него немножко даже в металлическую сторону, что ли, уходит. Но это не мужской интерлюд. Интерлюд мужской, он довольно-таки холодный, ледяной, острый. А здесь он острый, но тёплый, пряный. Здесь очень много специй. Я не была ни в Марокко, ни в Индии. Но говорят, что именно базары, именно когда вы проходите по этим лавкам, и там очень много специй, и жарят, именно пахнет аромат вот так. Но это что-то невероятное. Это настолько завораживает, настолько притягивает. Причём я кайфую, его ношу, надышаться не могу. У меня родители носили этот аромат. Говорят, о, как это вкусно. Но единственное, что претензия, что могло бы быть это звучание подольше. Три часа, четыре, ну как-то маловато. Он прям заполняет всё пространство, и сейчас всё им пахнет здесь в комнате, и этот запах останется. Как будто жгут камин, как будто вы в лесу, в горах. Как это всё красиво, ничего подобного я не слышала. Советую обязательно. Я даже блотер отнести от себя не могу. Мне так это вкусно. Мне так это прям хочется обновлять, обновлять, обновлять. И опять вдыхать эти ноты. Он весь красивый от начала и до конца. Но хочется именно вот этой мощи. Это такая мощь, что, казалось бы, надо подождать, чтобы она выветрилась, успокоилась, и тогда аромат можно носить. А здесь, наоборот, хочется, чтобы постоянно как масло в огонь подливать, чтобы разжигать это всё, фейерверк всех этих нот, эмоций. Вот сейчас под Новый год, снег. Ой, как это красиво. Присмотритесь обязательно. И я думаю, что вам он очень понравится. Фиделис Историс Де Парфамс. Вот такая была у меня дуэль ароматов. Три на три. У меня есть ещё в списке ароматы, потому что, готовясь, я составила список конкретно, кто какой аромат, кому навязал, и какие у нас есть прям совпадения с флаконами. И этот список больше. Но это как пробное видео. Мне интересно, будет ли вам интересна такая тематика. Пишите комментарии, сниму вторую часть. И там тоже классные ароматы. Так что, если вам понравилось, не пожалейте лайк. А мы увидимся в новых обзорах. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok